всем привет меня зовут алена вы на моем канале козява арт сегодня я буду рисовать дракона смертохвата он был в мультике как приручить дракона 3 попросили его нарисовать ну и я как бы под запарку со всеми со всеми драконами и туда же и смертохвата первым делом мне надо начертите две линии одну вертикальную горизонтальную и нарисовать круг теперь мне надо нарисовать еще один круг я показываю вам где центр конкретно этого круга если быть более точными то этот круг немножко выходит за линию вверх вот середину круга первого и за линию вертикальную вправо немножко это чтобы ориентироваться конечно если вы круг нарисуете неровно ничего страшного пусть то будет менее более круг не обязательно его рисовать абсолютно прямым это вам вообще не ничего не даст рисуйте так как рисуете можете от руки можете циркулем как удобно теперь мне нужно отмерить сколько он вообще будет по ширине этот дракон чтобы мне вообще в лист вписать я отмеряю половинку круга который вот первый рисовала отмеряя половинку и чуть чуть больше делаю отмеряю и вправо затем отмеряют три раза по столько же то есть одинаковая ширина будет у этих трех кругов и черт чу середину среднего круга отмеряю лево слева вот это расстояние такое же расстояние отмеряю вправо и отчерчиваю это будет конец рисунка там будет хвост и приступаю рисовать круги мне надо нарисовать три круга один будет по вот этой линии по горизонтальной которые мы чертели изначально второй круг будет чуть выше этих двух кругов и третий круг будет такой же как вот этот первый напомню что круги они вот эти которые я сейчас рисую они чуть больше чем первый круг вообще в идеале не должны получиться одинаковые эти три круга но у меня что-то пошло не так и один чуть больше один чуть меньше но в принципе я сориентировалась по рисунку теперь я рисую нижнюю часть там где у него будет брюшка обвожу ну грубо говоря вот этот круг который один из трех до рисую от первых кругов дугу к нему потом его обвожу снизу и рисую дугу к к третьему кругу самым последнему и уходит все в хвост хвост будет достаточно длинный вот я рисую на а4 вот примерно вниз он уходит практически до конца и рисую верхушку горбинку ему также на ухо она идет по этим трем кругом сверху рисую заднюю лапу она будет начинаться от края верхнего круга и от середины и сам последнего круга черчу под под углом чертю делине это будет у нас ляжка и нога она будет так интересно по размеру я заметила она идет высота вот верфи ну для жки до высота потом отмеряем вниз это такая же длина идет самой ноги и уже в лапу уходит такое же расстояние то есть грубо говоря она одинаковая грубо говоря три части у нее одинаковые то есть ляжка вот это голень и сама лапа они по длине будут одинаковы и все это заканчивается острым когтем на лапе я видела у него там шипы поэтому шипы тоже нарисую и рисую дальнюю лапу заднюю чтобы ее тоже видно было дорисовываю немного хвост панцирь ему дорисовываю тоже но не стала его до конца рисовать потому что но это уже мелочи поэтому уже в конце примерно отмеряю там где будет у нас начинаться крыло крыло будет соединять два круга вот этот первый круг которым нарисовали из трех и последний круг такой другой намечу сразу шипы у него сверху панцирные такие твердые и сразу крылу на меч чтобы уже ориентироваться куда можно заходить куда нельзя крыло как вы заметили она немного выступает за ту линию которая нарисовала и сказал что он будет хвост она немного выступает где-то на сантиметр ну я так захотела почему нет вы можете его нарисовать дальше можете вообще расправленным крылом нарисовать как удобного будет и сразу нарисую переднюю лапу с когтем но не угадала я сначала с шириной поэтому я его чуть-чуть увеличила потом что-то мне показалось что узкого то перейти на лапу по сравнению задней и у него тоже на передней лапе у него там шипы их тоже рисую и у него как бы такие сабли что ли до видели там он такой прямо грозный с саблями с этими ходит на крыле нарисую коготь потому что он там есть и он иногда им бил кстати говоря ну и оканчивая все это все это дело мордочкой сама пасть будет у нас раскрыта уголок пасти будет уходить вот два круга которые нарисовали вот в первый круг в угол туда будет уходить там как раз будет пересечение двух кругов а глаз он будет на краю первого круга и там у него на нижней челюсти выступает бивень не вот тоже рисую причем заметила что он идет вот нижней челюсти вот как она закругляется так и бивень идет то есть он там ни вверх ни вниз вообще то есть ровненько по челюсть ну и дорисую ему вот этот как раз по панцирные вот эти на хвосте штуки очень легко сначала рисую просто линии такие вертикальные а потом соединяю их и получаются вот такие штуки прямоугольные и дорисовываю крыло там буквально две линии которые соединяются и крыло заметьте я там дугой соединяю но дуга она как бы ближе к верху то есть она такая там как бы более вогнутая а когда идет вниз она такая более пока ты если я верно все объясняю главное чтоб понятно было но так все сами видите и дорисовываем вот эти панцирные штуки на спине ну и собственно все дракон готов вот такой вот он получился очень интересный мне понравился зовут его еще раз смертохват а подписывайтесь на канал на мой кодиаварт обязательно будет больше дракона всяких разных что-то я на них подсела в последнее время ну и конечно же я рисую не только драконов но и пушистых всяких существ например собачки кошечки там разные мышки и драконов из игры из разных игр если вам понравилось видео ставьте лайки не забывайте жать на колокольчик чтобы получать уведомления первыми и писать в комментариях что вы первые и конечно пишите что думаете об этом рисунке и спасибо за просмотр всем всем пока